Ремонт дорог по национальной программе безопасной качественной дороги завершен в Хабаровске на 90%. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук во время объезда. В этом году на работы по НАЦ-программе было выделено свыше миллиарда рублей. Александр Лихачев со всеми подробностями. Улицы Яровая и Контурная, на которых сейчас заняты дорожники, стояли в плане на ремонт только в следующем году. Однако мэрия приняла решение не затягивать комплексное обновление этого участка, который соединяет овощесовхоз с федеральной трассой. В понедельник выходим, начинаем отсыпать последние слои под асфальт, готовимся к асфальту. Я думаю, недели через полторы, наверное, закончим полностью здесь все работы. Практически половина участка дороги уже отремонтирована. Его общая протяженность около полутора километров. Объект проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Устраивает ли качество отремонтированной дороги, градоначальник спросил у местных жителей. В этом году, когда мы увидели плакат, что нам будут делать дорогу, мы, конечно, были безумно рады. И большие проблемы нашего района закончились. То есть появилась дорога, но в проекте не было тротуара. Устранить этот недочет помогло коллективное обращение в администрацию города. По аналогичному сценарию решилась еще одна многолетняя проблема жителей домов по улице Октябрьской в поселке Березовка. Здесь подъездные пути к ТЭЦ-3 рассекли на двое проезжую часть. И добраться до своих домов горожане могли только пешком. Пришли ко мне на прием жители. Мы дали поручение. Вот сделали дорогу через переезд через железнодорожные пути. Дошли до границ краевых земель. В общей сложности в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которую инициировал президент России Владимир Путин, жители 30 улиц частного сектора Хабаровска получили новые дороги. На следующий год планы масштабнее. В 2024 году мы увеличим работы перевода дорог грунтового на асфальтовое. Порядка 40 объектов. В этом году 30, в 2024 порядка 40 объектов. Также порядка 33-32 объектов по работе в черте города. Также Сергей Кравчук отметил, что завершаются работы на самом крупном дорожном объекте города – улице Тихоокеанской. До 28 августа здесь завершатся все асфальтоукладочные работы. После чего подрядчик приступит к обустройству остановок и благоустройству территории. Сейчас плотно работают по составлению мастер-плана. И к нам в общественный совет приходят люди. Вот мы в Краснофорском районе уже несколько раз обсуждали. И в том числе и дороги, которые необходимы. И мы их будем включать обязательно в мастер-план. Пока общественные советы формируют предложения, администрация города готовится к следующему крупному дорожному ремонту. В 2024 году техника выйдет на проспект 60-летие октября. Александр Лихачев, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».